так друзья продолжаем это видео будет про предбанник вот так набрал полы в разбег досочки тут у меня две балки снизу специально что потому что оставались огрызки от стропил стропила там 4 метра почти доска 5 метров и поэтому специально две балки кинул можно было бы если вы были бы цель на доске их тут хватило бы одной посередине но с краев взял две чтобы как раз эти огрызки убрать в полы здесь вот так вот стыки сделал в разбег где целая доска конечно есть набрал расклинил вот у меня расклинил сейчас значит буду елочкой обшивать уже одну сторону зашил сейчас покажу как я это делал зашью эту сторону здесь потом выпили место под стойку для дверей здесь и здесь здесь наверное дверь вот так немножко отнесу как там две стойки под дверь и вот здесь надо будет выпилить наверное скорее всего добавки потому что если здесь еще сойдет то здесь допустим если пол будет усыхать доска она будет сказать его придется потом сплачивать а если стойку приколотить прямо сюда вот потом проблема так что лучше здесь выпилить под стоечку пресс ну а сейчас буду зашивать здесь потом выпили кину стойку сюда тоже с запасом с таким сантиметров 8 наверно здесь придумаю что-нибудь тоже типа моментально усадки и уже буду зашивать эту сторону но здесь наверно скорее всего под две стойки так как есть двухметровая хотя хватит скорее всего что хватит на вот это обрезки от от этой части то есть предбанник трехметрового доска 5 метрового соответственно вот этого хватит вот так вот экономим материал здесь вот так забил гвоздик чтобы доску сюда положить здесь плотно но не совсем чтобы была возможность бревном ехать доску не зацепляла миллиметр два дела и так досочку роняй на гость есть примерно два сантиметра дело нахлёст теперь уровень 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 и смотрим в идеале так и оставлять первую доску прибивал как придется по бревну то есть она может и криво лежать потом постепенно выходишь на уровень ну она примерно ровно получилась и сюда второй гвозд через две доски туда фланг доску кладем гвоздик и вот так можно потихонечку одну зашить предбанник подат на гвоздь два сантиметра делаешь примерно можно сразу приколотить второй можно потом чуть пониже и вот так продолжаем пока не зашьем зашивать нам 15 11 досок у нас уйдет так 3 6 9 12 досок что характерно крайнюю доску не на все гвозди ну и шляпки оставил что когда потом баня осядет меньше было проблем и если надо будет чуть пониже приколотить или выше пару сантиметров так что у нас тут чуть пониже ну как дело чуть пониже надо можем вот так досочку класть вместо гвоздя ну чтобы не тратить время на вытаскивание гвоздика фронтоны также зашивал один там было удобнее гвоздик приколачивать можно вот так вот оставлять 12 досок заколотим предбанник будет обшит чуть-чуть чуть-чуть пониже так как говорит черняев асимметрия должна быть чтобы строение оказалось живым как квадрат малевича он не идеально ровно тем он и привлекает то что он асимметричным становится живым а если бы был он идеально ровно он казался бы мертвым мозг мозг бы уже не так воспринимал квадрат малевича как как и нашу баню с вот такими свесами с длинными нестандартными ладно зашиваем не буду тратить ваше время обрежу видео так все зашил две доски не хватило сращивать не буду привезу потом еще две доски заколочил чтобы нормально было ну сейчас надо что сделать две стойки приколотить и прежде надо еще под стойку выпилить две два реза сделать вот таких вот здесь и через восемьдесят восемь сантиметров здесь почему через восемьдесят восемь это будет две третьих от народное сажение народное сажение метр семьдесят шесть мой рост где-то тоже метр семьдесят пять поэтому сделаю проем восемьдесят восемь плюс коробка двери и дверь будет чуть повыше у нас туда удобно когда дверь чуть пошире чем стандартная так ладно теперь надо что сделать сначала пригвожу полы насверлю отверстие и за саморезю потом загоню сюда досочку длинную потом когда уже в самом конце пол зашлифуются так болгаркой пол зашлифуются так болгаркой и и и и